Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают У неё бессонница. Послала меня за отваром из крапивы, чтобы спокойно спать. Тогда торопись. Госпожа, наверное, тебя уже ждёт. Сулейман. Хюрен. Ты дома вернулся, хвала Аллаху. Я так боялась. Эта страшная болезнь всех косит. Всё образуется. Мы приняли меры, и мы шея Фенди говорит, в случае заболевания чумой сократились. Через месяц-другой мы эту заразу победим. Иншалла. Шехзаде Мустафа как? Он здоров, иншалла? Мустафа разумный, шехзаде. Он осознал свою ошибку. Прощение попросил. Я простил его и отправил в Сан-Джек. Он теперь будет осмотрительнее. Хвала Аллаху. Чудесно. Я очень рада. Именно так и подобает вести себя шехзаде. Гаспора. Что такое, Симбюль? Ты прямо светишься? Это я от радости, госпожа. Аксен Хатун только что забегала. Просила вам передать. Скоро вы получите добрые вести. Какой ты молодец. Наконец-то мне принес хорошие новости. А теперь что будем делать, госпожа? Так торопиться некуда уже, Симбюляга. Людфи Паша, считай, у нас в руках. Шах Султан ждет судьба Хатиджа. Госпожа, Фахрия, я в прекрасном настроении. Не испорть его мне. Боюсь, придется. Вам следует кое-что знать. Это касается... Мехримах Султан, госпожа. Матушка? А я выходила в парк, хотела прогуляться. Вот как. Но, видимо, ты сбилась с дороги, детка, если учесть, откуда ты явилась. О чем вы? Я что-то не понимаю, что... Сейчас же замолчи, Мехримах! Не смей врать мне, да еще прямо в глаза! Ты меня очень разочаровала, Мехримах. Как ты, дочь Султана, могла так опуститься? Настолько утратить свою гордость? Как ты унизилась до разговора с ней? Я не говорила, кто я. Ох, какое счастье, Мехримах. Хоть до этого ты додумалась. Ты действительно еще не поняла? Считаешь, что... Болибэй тоскует, любит тебя. А он гуляет себе с этой девицей. И не думает о тебе. Матушка! Все довольны, Мехримах! Пришла пора положить этому конец. Госпожа. Вы желали меня видеть? Болибэй, я хочу последний раз о Мехримах поговорить с тобой. Прошу, госпожа. Я слушаю вас. Мехримах, как ты прекрасно знаешь, неравнодушна к тебе. И я, увы, ничего не могу поделать с этим. И что самое ужасное, она считает и стоит на своем, что ваши чувства взаимны. Госпожа. Поверьте, я не давал ей никакого повода для таких мыслей. Может быть, ты говоришь ей одно, а мне другое? Нет, госпожа, что вы. Просто согласитесь, я не могу... Не могу сказать госпоже открыто всю правду. Это же будет нехорошо. Ну, а в чем она состоит? Это правда. Скажи мне, объясни. Госпожа, простите. Но она... Она была и остается для меня ребенком. По-другому я не могу на нее смотреть. Ясно. Я очень признательна тебе, были бы из-за откровенности. Можешь идти. Госпожа. Были бы. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мехримах, доченька моя, ты можешь на меня обижаться, но ты должна была сама услышать всю правду. Я хочу, чтобы комплекс начал работать как можно скорее. Принимал всех нуждающихся, давал беднякам пищу и кров, исцеление больным. Скоро так и будет. Синана работает быстро, наверняка закончит раньше срока. Да. Повелитель, Мехримах Султан пришла. Да, зови. Мехримах, красавица моя, ну как ты? Хорошо, Повелитель. Меня замуж за Рустема Пашу выдать хотят. Я долго думала и решила, если вы сочтете, что он достоин меня, я согласна выйти за него замуж. Хатиджи, а почему ты одна детей не привезла? Осману не здоровится, Повелитель. А Хатиджи, захотелось с ним остаться. Дай Аллах ему исцеление. Ну как, ты новым дворцом довольна? Я ни на что не жалуюсь. На все, воля Аллаха. Повелитель. Иди, Мехримах, садись. Мехримах пришла, и настало время сообщить, зачем я собрал всех вас. С доброго согласия Мейлу на ликами Хримах, света очей моих, я решил ее и Бейлер, Бей, Дьяр, Бекера, Рустема, Пашу сочетать Никахом. Да дарует им счастье Аллах. Аминь. Аминь. Гаспожа. Гаспожа, я выбрал самые лучшие ткани и принес их Мехримах Султан, как вы велели. Но она настолько раздражена, что даже на ткани не посмотрела. Обратно отправила. Сумбюляга, пришли портных ко мне? Сюда, с тканями, и я посмотрю. Как прикажете, госпожа? Госпожа, а какие ткани? Неужели речь о свадьбе идет? Афифа Хатун, мне надо тебе кое-что сказать. Пора уже начинать готовиться к свадьбе. Как казначей Гарема и главная Калфа, ты будешь ответственной за свадьбу моей дочери. Это для меня великая честь. Но к осени мы никак не успеем подготовиться. Но такое проводить зимой не подобает как-то. Лучше нам, госпожа, до будущей весны подождать. Афифа Хатун, я ждать ничего не буду. Свадьба должна состояться до конца года, так как это будет праздник Мехримах и Шехзадеджа, Хангиры и Боизета. Торжественная церемония по случаю их обрезания. Отдельно устроить два торжества мы не можем. Не потянет казна такие расходы. Правда же? Да-да, конечно, вы правы. Сюмбюль Агата отвечаешь за торжество в честь обрезания Шехзаде. И начинайте готовиться, чтобы все у нас достойно было госпожи и Шехзаде, чтобы это идеальное торжество было. Как и вы пожелаете, моя госпожа. Сюмбюль, а Шах Султан что-нибудь слышно? Ничего, госпожа Климна, абсолютно ничего. Полная тишина, а не звука. Это не предвещает ничего хорошего. Надо на чеку быть, госпожа. Она предпримет что-то. О, я не сомневаюсь. Да, однако, как бы она ни старалась, она эту свадьбу не сможет расстроить. Стрела уже пущена. Видишь ли, сделать мужа великим визирем этого недостаточно. Нужно его еще и удержать на этом посту. Хочешь, скажу, что дальше будет? Рустем войдет, как зять, в совет. Потом избавится от Людфи Паши и займет его место. Рустем пока в Диарбе и Кире ходит же. Да и до свадьбы далеко. И как же ты? Ее расстроишь? Способ только один, сестричка. Рустема надо убить. Другого выхода в этом случае нет. Шех Заде. Да, матушка. Я до сих пор в себя никак не приду. Рустем вовсе не партия для дочери султана. Как повелитель допустил такое? И мы об этом говорим. Я все стараюсь отдалить его от повелителя, а он подобрался так близко. Не могу поверить. Наверняка Мехримах султан вынудили на это пойти. Правда, госпожа? Хюрем султан вернулась и ринулась в атаку. Тем более увидела, что Людфи Паша стал великим визирем. Рустем — ничтожество. Его надо поставить на место, Шех Заде. Под силу это только тебе. Повелитель решение уже принял. Оно не приложено. Но ведь ясно, этот брак — не просто обычный союз. Хюрем стремится Рустема Паша обеспечить в будущем могущество и власть. Она тебя хочет устранить. Если их сегодня не остановить, завтра будет уже поздно. То есть Рустема Пашу нужно... Не обязательно убивать его. И другие способы найдутся для этого. Шах Хубан Султан Хазред Лири. Прежде всего, позвольте засвидетельствовать вам свое почтение и пожелать доброго здоровья. Благодаря письму, что вы соблаговолили написать, мы узнали, что в столице дуют суровые ветры. Мы были счастливы, узнав, что ваш супруг получил должность, которую заслужил. Но в той же степени разочарованы вашим сообщением о предстоящей свадьбе. Да. Вам известно, что по ряду причин Рустем Паша является неподходящим зятем для повелителя. Но решение принято, и нам не подобает обсуждать его. Однако принятие данного решения не означает, что оно обязательно будет выполнено. Я не сомневаюсь, дорогая госпожа, что вы будете согласны со мной в том, что этот брак не должен быть заключен. Итак, что вы об этом думаете? Честно говоря, я не понимаю, к чему эти игры. Если Рустема и войдет в совет, управлять советом буду я. И я найду способ избавить нас всех от него. Нам нельзя полагаться на удачу, Паша. Этой свадьбы не должно быть. Мне понравилась идея Махиде Вран. Надо этим поскорее заняться. Так, а ты что Гюльфем скажешь? Исходя из того, что случилось много лет назад с Хатидже Султан, мне кажется, это вполне возможно. Я так считаю тоже. Ну вот, все проще, чем казалось нам. Надо Махиде Вран отправить письмо. С поздравлениями. Как только дело коснулось судьбы ее сына у нее, голова работать начала наконец-то. Строительство вашего центра продвигается так быстро, госпожа. Я просто поражен, клянусь. Знаете, даже сам главный зодчий сена нога на себе камни носит. Если так пойдет и дальше, все работы закончат раньше намеченного срока. Ты, Синануаге, сообщи, что если он закончит строительство к свадьбе моей дочери, он получит тогда все, что пожелает. Как прикажете, госпожа. Проходи, Мехримах, иди сюда. Почему такой грустный вид? Матушка, простите. Простите меня за дерзость, но я не смогу. Не смогу за Рустема Пашу замуж выйти. Мехримах. Алмаз души моей. Когда-то я дала слово себе. Я дала слово всем своим детям. Ты родилась госпожой. Помни это, доченька, никогда не забывай. Ты сильнее меня будешь, потому что ты не рабыня, как я. И многое сможешь сделать, чего я не могу. Сейчас тебе очень горько. Тебе больно. Это пройдет. Время все лечит, Мехримах. Поверь, доченька, ты будешь счастлива. Матушка. Хватит, наконец, плакать и причитать, Мехримах. Я ведь тебе объяснила, зачем нужен этот брак. На кону ведь будущее. Твоих родных братьев. А ты хнычешь здесь, как маленькая девочка. Пойдешь, милая, за того, за кого я сказала. Этим ты должна доказать свою верность. Верность и мне, и братьям. Запомни, верность – это главное, это самое важное. Важнее любви.